Это программа «Наше время». Здравствуйте! Завтра день рождения пионерии. Многие молодые люди о такой дате в календаре даже не подозревают. А вот рожденные в СССР в этот день обычно ностальгируют по своему пионерскому прошлому. И сегодня один из таких людей у нас в гостях – это директор Барновольского зоопарка Сергей Писарев. Здравствуйте, Сергей Викторович! Добрый день! Я не ошибаюсь, говоря о том, что у вас есть ностальгия по пионерскому прошлому? Конечно, есть ностальгия. И в моем архиве лежит октябрьский значок, на значок октябренка лежит пионерский галстук, лежит комсомольский значок. Это мое прошлое, это моя жизнь, и я очень дорожу тем, что было. И, естественно, слова «как повяжешь галстук, береги его», он ведь с красным знаменем, цвета одного. Ну, я тоже это помню, кстати. Это слова, которые запали в душу навсегда, так же, как пионерские песни, так же, как пионерский костер, который проходил 19-го числа. Обычно мы поднимались, я из города Змеиногорска, и вот на горе Змеиной мы, ну, взрослые, естественно, мы были маленькие, а взрослые устанавливали огромный костер. И в этот вечер весь город наблюдал, как на большой горе горит пионерский костер. А вы помните, когда вас приняли в пионеры тот день? Да, я прекрасно помню, это большой такой холл на втором этаже нашей школы, мы все были в белых рубашках, вот таким вот образом держали, значит, каждый держал галстук. И ребята, старшие пионеры, у нас был класс моей родной сестры, они были нашими вожатыми, когда мы были октябрятами, и вот каждый из них подходил к нам и завязывал нам галстук, и учил, как завязывать нужно галстук. А, кстати, помните, как галстук завязывают до сих пор, да? Конечно, помню, и никаких проблем, я элементарно просто завяжу галстук. А клятву пионерскую помните тоже же? Нет, клятву не всю помню, вот помню отдельные слова, вот, но не всю ее помню. А вот то, что касается момента приема, это вот прям... Как сейчас, да? Как сейчас, да, перед портретом Ленина, огромный бюст Ленина стоял в центре зала, и вот перед этим бюстом, 22 апреля мы пионеры стояли и отдавали салют, и дежурили возле Владимира Ленина. И это было наше детство насыщенное, детство было очень веселое, потому что пионерская организация позволяла нам это делать, и это незабываемо, это остается на всю жизнь с нами. А вот, кстати, в конце 80-х годов было даже модно, мне кажется, хвалиться тем, что в пионеры в свое время не приняли. Это с этим человек демонстрировал некую такую свободу, что он вне системы, вне идеологии, не такой, как все. Действительно ли пионерия отчасти подавляла индивидуальность или все-таки нет? Вы знаете, нет, я с этим не соглашусь. У нас два человека не были приняты в пионеры, это ребята, которые очень плохо учились, то есть они были слабые по умственному, честно говоря, развитию, и поэтому их пионеры не приняли, но как бы им повещали, что если вы исправите... То есть они хотели все равно, да? ...предметом, то мы обязательно вас примем в комсомол. К сожалению, никого из них в пионеры не приняли, потому что вынуждены были их просто-напросто перевести в интернат, который бы имелся в городе Изминогорске для умственно отсталых детей. А все остальные ребята, я никогда не чувствовал на себе давление какое-то, потому что пионерская организация, на мой взгляд, она была направлена на организацию досуга молодежи в нешкольное время, в каникулярное время, и пионерская организация тем самым позволяла детям быть занятыми, позволяла общаться, не сидеть, как сегодня сидят в интернете, а позволяла общаться, разговоры, это разговоры, это реальные разговоры, разговоры о жизни, разговоры об интересных вещах, об искусстве. То есть самовыражаться вы могли в любом случае? Конечно, конечно, то есть это было творчество, это была художественная самодеятельность, и пионером, это был КВН, кстати, который в пионерских организациях тоже начал внедряться, когда он появился в 60-е годы, это было все. Поэтому вот все, что ты хотел, ты мог предлагать, и это принималось. Мы участвовали в различных мероприятиях, и это было очень здорово, я любил это, я любил в этом участвовать, потому что это были какие-то литературные кружки, это были химические опыты, которые мы проводили, все это вот в пионерском галстуке. После школы нам не хотелось уходить, честно говоря, потому что многое зависло от вожатых. Вожатый это, конечно, вот человек, за которым мы все шли, и наша вожатая, она была просто, вот как сегодня говорят по-доброму, она была по-доброму сумасшедшая, то есть она объединяла всю школу. Вот вся школа, третья школа города Змейногорска просто стояла на ушах от того, что люди все вжили одним порывом, одной идеей, и это было красиво. Мне кажется, вы уже сказали, точнее, ответили на следующий мой вопрос, и все-таки, что в вашем пионерском прошлом было такого, чего сейчас не хватает современному поколению? Современному поколению не хватает общения друг с другом, не хватает общения в коллективе. Это очень важно, потому что дети, которые сегодня зависают в интернете, они, к сожалению, попадая затем во взрослом состоянии в коллектив, допустим, того же высшего учебного заведения или уже в рабочий коллектив, они просто-напросто не могут разговаривать, они не могут общаться. Этих навыков они не получили. А вот как раз пионерская организация, она давала эти навыки, дети раскрепощались, дети могли общаться, причем дети разные по умственному развитию, дети разные по физическому развитию, дети разные по интересам. И нам было интересно наблюдать, как, допустим, Толя Демчук, который приносил энциклопедии, у них была очень интеллигентная семья, они приехали из Санкт-Петербурга, и он привез огромное количество энциклопедий по искусству, и мы просто зависали над этими картинами, над этими книгами по искусству, и это было бы здорово. Другие занимались другими вещами, кто-то занимался спортом и рассказывал, показывал, и это было интересно, это было настолько многопланово, и вожатые все это дело поддерживали. Нужна сейчас подобная организация, и вот хотели бы вы, чтобы, допустим, ваши внуки состояли в подобной? Я с огромным удовольствием каждый год на протяжении уже пяти лет принимаю в парке «Лесная сказка» слет детских и подростковых организаций города Барнаула 19 числа и в этом году. Они вновь, будем, конечно, надеяться, что погода нам позволит это сделать, но все остальные годы ребята приходили к нам, это здорово, они приходили со своими речевками. У них сегодня отличия, у них сегодня другие галстуки, у них сегодня немножко другая форма, это дано право сегодня выбрать, какую форму ты хочешь. Можешь зеленый галстук, если экологи, они зеленые галстуки, кто-то носит российский триколор, кто-то носит традиционный красный галстучек, но эти организации во многих школах существуют. И я это приветствую, я это приветствую, потому что вот наблюдая за своим, допустим, внуком, который учится в третьем классе 123 гимназии, я вижу, что он очень активный, он общается, он хочет общаться, для него это интересно. И попадая в такую организацию, он ходит в английскую школу, он ходит в студию, в секцию спортивную, и он со всеми возрастами находит точки соприкосновения, общения, да. И я думаю, что когда он войдет во взрослую организацию, молодежную организацию, ему это будет в удовольствие, я только за. Ну вот вы уже начали, хотелось бы теперь коротко, все-таки что будет у вас в парке «Лесная сказка» в субботу, 19 мая? У нас в субботу несколько мероприятий сразу проходит. Во-первых, мы празднуем очередную годовщину пионерии. Это без этого не обходится, и будет пионерский галстук, и будет пионерское знамя, и будут барабанщики, которые всегда присутствовали в пионерии, и будет, естественно, горн, потому что это атрибуты, это атрибуты вот этого по... Этого сколько по пионерии? Это в 12 часов, в 12 часов начнется это мероприятие, приедут представители из разных школ, все они будут представлять свои детские организации. Но состоится это при любой погоде. Я думаю, что да, будут зачитывать свои речевки, будут презентовать, так сказать, свой коллектив. Это традиционно, это будет обязательно. В этот же день мы отмечаем 25-летие самого старейшего аттракциона в нашем парке. Это Дорога сказок. Это будет параллельно проходить мероприятие. И, конечно, мы приглашаем тех, кому сегодня по 25 лет, и кто когда-то вместе со своими родителями прокатился на этом аттракционе. Поэтому два праздника... Решили совместить. Решили совместить. Но потому что это связано с Днем пионерии, это связано с детством. И поэтому мы решили провести вот два таких замечательных праздника. Ну, мы приглашаем наших зрителей. Большое вам спасибо и с праздником вас наступающим. Спасибо и вас также. А я напоминаю, что в предстоящем Дне пионерии мы сегодня говорили с Сергеем Писаревым, директором Барнаульского зоопарка.